Зная, что в окрестностях Почебского и Жирятинского районов в августе 41-го года шли ожесточенные бои советских войск с фашистами, поисковики взялись за исследование мест. По данным военных архивов, из длительного противостояния живыми вышли несколько сотен человек из тысяч бойцов. А большинство наших солдат и офицеров полегли в этих землях и были похоронены наспех в братские могилы. Работа началась еще с ранней весны, когда только растаял снег. Мы выехали сюда и путем нескольких поисковых экспедиций и разведок были найдены данные бойцы. 19 из найденных солдат останутся безымянными. Поисковикам удалось идентифицировать только одного бойца – Ефима Петровича Черкасова. В братской могиле нашли его медальон. Медальон в довольно хорошем состоянии, он читаемый. Больших проблем не составило идентифицировать имя бойца. Были затрачены усилия, конечно, небольшие на поиск его родственников, но в конечном итоге получилось очень приятно. Мы достигли своего результата. То есть боец обрел имя. На погребение в Брянскую область из Тамбовской приехали родственники Черкасова – две племянницы. Женщины привезли с собой землю с родины погибшего. А им брянские поисковики и администрация Почебского района передали личные вещи бойца Черкасова – медальон-капсулу с запиской, сделанный Ефимом Петровичем. Мать его родная ждала и оплакивала каждый день. Всегда говорила, Ефимушка, где же ты мой родной? Известочку мне хоть пошли, пришли откуда? Мама моя, это сестра его родная, брат, запросы подавали, но все безрезультатно. Но сейчас, пройдя вот столько, 73 года, мы узнали, что он погиб вот на Брянищине, здесь у вас, защищая родину. Ему было только 29 лет. У него оставались жена и два маленьких сына. Но об их судьбе после эвакуации родным ничего не известно. Не видел свою семью, не видел свою жену. Дайте их сослали. Мы не знаем о них ничего. Не растил, никакой отец он не видел. Они вот так и жили все годы с этим жили. Ну, знали, вроде бы, что бабушка тогда говорила, убит. Он был на передовой, его сразу убили. Найти родственников удалось благодаря сотрудничеству брянских поисковых отрядов с Тамбовским отрядом имени Зои Космодемьянской. Совместными усилиями племянниц Ефима Черкасова привезли на погребение. Помощь в захоронении останков солдат оказали военнослужащие войсковой части номер 21-225. 20 солдат, противостоявших войску Гудериана, похоронили по православному обычаю и со всеми воинскими почестями. Их останки будут покоиться у памятника воинам в селе Красная Слобода.